Мы специализируемся на удалении опухолей молочной железы без хирургического вмешательства. Сегодня мы представим вам отзыв о лечении Йони, 8-летней самоедской собаки. Йони недавно завершила лечение. Лечение опухоли началось 26 июля. Лечение прошло очень успешно. Итак, первичное лечение прошло успешно. Лечение на 26 июля. Йони – самоед, которому 7 лет и месяц. Весит «not small gram». Она стерилизованная самка и приехала из Чхонжо, Чхунбук. Это видео лечение Йони от 26 июля. Некоторые люди иногда сомневаются, правильно ли проводится лечение и правильно ли делаются уколы. Мы записываем на видео весь процесс лечения. Это наиболее необходимый метод лечения для детей старше 15 лет и весом менее 3 кг, которым фактически невозможно провести операцию или анестезию. Мы удаляем опухоли молочных желез без анестезии и операции. 26 числа после смены лечения на следующий день – сразу же снимок. Прошел всего один день, но уже видно изменения в этой области, указывающие на некроз. А затем 29, 30, 31 июля, 1 августа, 2 августа, 3 августа, 4 августа, 5 августа и так 23 августа. Итак, 21, 22 июля, 21 числа, 1 опухоль некротизировалась и отпала. Теперь, когда некротизированная опухолевая ткань отпадает, на коже образуется дефект. Эта часть обычно проходит через процесс заживления, когда у нас появляется рана и образуется корка. 24 числа лизали. Да, теперь рана сильно обнажилась. Итак, 26, 27, 29 сентября. Итак, 12 сентября. О, это теперь отпавшая корка. Сейчас он находится в состоянии, когда шерсть прикреплена, и эта часть, которая ранее была повреждена, полностью зажила. А это фото сделано сегодня, 14 числа. Да, в этой части теперь вообще нет корки. Теперь полностью восстановился, и в случае с йони лечение полностью завершено. После праздника ЧУСОК вам нужно будет еще раз прийти для оценки состояния и сдать анализ крови, чтобы проверить показатели печени и другие параметры, которые могли измениться из-за принимаемых лекарств. Это лечение будет завершено идеально. Эта операция невозможна для детей, которым на самом деле это лечение наиболее необходимо. Но, как и в случае с йони, опекун не очень хотел операцию. Из-за риска, узнав, что в нашей больнице есть метод лечения, они приехали из Чханчжу и получили лечение. Этот метод лечения, по сути, не может предотвратить метастазы и рецидив, которые являются самыми опасными аспектами рака. Существуют другие вспомогательные методы, которые могут снизить вероятность метастазов и рецидивов. Но если они произойдут, мы не сможем их предотвратить. Итак, существует четыре типа доброкачественных опухолей. У этих четырех типов существует четыре соответствующих лечебных средства. В случае с первым лечебным средством, которое мы сейчас используем, оно является самым эффективным и используется в первую очередь. Следующее по эффективности второе лечебное средство, затем третье и, наконец, четвертое. На самом деле, четвертое лечебное средство использовалось только один раз. Обычно лечение проводится с помощью первого и второго лечебных средств. Однако мы не можем знать, будет ли лечение успешным с помощью первого или второго препарата. В ближайшее время мы также опубликуем отзыв о ребенке, который полностью выздоровел благодаря второму препарату. По сравнению с началом микротерапии, время восстановления после удаления опухоли значительно сократилось. В случае с йони лечение первым препаратом заняло около 80 дней. Раньше это занимало от 100 до 120 дней. Но хотя время сократилось, все равно требуется довольно длительный период – более двух месяцев. Если посмотреть, то возврат средств или дезинфекция требует много внимания, поэтому опекун должен уметь управлять этим. А сейчас за границей есть два препарата, которые вызывают некроз опухоли с помощью инъекционной терапии. Один из них – стилфонта от компании Вирбак, а другой – иммуноцидин – препарат на основе иммуноглобулина, выпущенный более 10 лет назад. Оба препарата имеют эффективность лечения около 70%. Примерно 30% случаев вообще не поддаются лечению. Однако, несмотря на то, что некротерапия до сих пор показывает очень высокий уровень излечения, это не 100%. Поэтому, принимая решение о лечении, следует учитывать, что это может не привести к полному излечению. В случаях, когда анестезия или операция представляют опасность, лечение молочной опухоли с помощью некротерапии также является хорошим вариантом. Поскольку это очень безопасно и не связано с рисками анестезии и операции, рассмотрите возможность лечения молочной опухоли с помощью некротерапии. Спасибо. Увидимся в следующем видео. Увидим в следующем видео. Увидимся в следующем видео.